Сотни жителей Энергодара без зарплат и социальных выплат. Все попытки представителей городской власти изменить ситуацию блокируются. Вы оставили людей без средств существования. Именно вы. Жизнь и здоровье многих людей зависят от выплат, которые блокирует депутат городского совета. Нет правого желудочка, гипоплазия. Первую операцию нам сделали в месяц. И без того мизерные зарплаты блокирует местный долларовый миллионер. В чем причина такого поведения? Резонансное расследование смотрите прямо сейчас в новом выпуске программы «Паутина». Длительное время сессии Энергодарского городского совета проходили по одному сценарию. В зал зашли, решение не приняли. Некоторые депутаты регулярно саботировали собрания. Из-за этого в городе не решались десятки важных вопросов. По словам местных активистов, некоторые депутаты просто игнорируют проблемы энергодарца. Новая политика, в состав которой вошли люди административно, так сказать, высокого звания. Запорожская атомная станция. Естественно, у них есть определенные административные ресурсы. Они позволяют себе немножко вести себя очень вольно и так, как хочется им. Еще ряд работников Запорожской атомной станции, которые работают на предприятии, но входят в другие политические силы. Когда возмущение горожан достигло апогея, общественники и активисты организовали акцию «Суббота к депутату». Люди решили напрямую спросить у избранников, почему сессии городского совета игнорируются. С этим вопросом отправились к депутату городского совета Анатолию Анохину. Среди участников акции были те, кому не выплачиваются зарплаты, кто остался без крыши над головой и люди, которые несколько месяцев не могут получить средства на лечение. Тогда прислушиваться к требованиям горожан депутат не собирался. Несмотря на обещание депутата прийти на сессии и проголосовать по важным социальным вопросам, проблемы даже спустя 7 месяцев не решены. В декабре прошлого года ситуация, по мнению представителей местной власти, получила развитие. 22 декабря в горсовет Энергодара вошли вооруженные люди в камуфляжной форме, полиция и следователи. В кабинете городского головы начался обыск. Адвокатов туда не пускали. Это мэр. Мы адвокаты. Вот договора. Вы сейчас ничего не делаете. Смотрите, подходи. Ему сейчас может стать двумя руками. А все граждане с автоматами. Он нам закрыли. Зря вы сейчас стоите так. Вы сотрудники полиции, которые обязаны пресечь преступление. Нас не пускают. Нас должны пустить. Как обычно это происходит. Он выходит по телефону. В конце концов, следователи вышли из приемной мэра. Представители спецслужб изъяли компьютер и часть документации, касающейся работы городских служб. А куда вы? А можно комментарии вам? А что происходит? Давай исследователь, вы куда? Работа горосполкома была парализована. Обыски проходили сразу в нескольких кабинетах. Предъявили ухвалу от 19 грудня 2016 года за материалами досудового расследования, внесенного до реестра досудовых расследований от 28.01.2014 года. Не понимаю, но хорошо. Работников городского совета якобы подозревают в хищении средств и злоупотреблении служебным положением. Однако причины таких обвинений чиновникам непонятны. 13 миллионов можно было положенных в казначейство, подтвержденных документами и отправленных непосредственно на счета. Казначейство вам. Как эти деньги можно было куда-то украсть? Я вообще не понимаю. Не сложно. Это уровень психиатрии. Тогда впервые всплывает имя депутата энергодарского горсовета от партии блок Петра Порошенко «Солидарность» Сергея Хоральца. Именно он в предъявленных следователями судебных постановлениях был записан единственным свидетелем. Однако конкретные вопросы о сути дела ставят Сергея Хоральца в тупик. Я не знаю, кто там привлазный, в мяске голова, чей секретарь. Я не думаю, что они это сделали. Я думаю, что был... Знаете, я свои мысли оставляю, наверное, при себе. Тем временем обыски проходили и в квартирах чиновников. Следователям явно очень не нравилось присутствие телекамер. У нас камеры, чтобы снимать. Камеру сейчас привезут. И спецподразделения, чтобы убрать оттуда массовую информацию. Вот интересно. Да. Причем желательно очень быстро. Вскоре следователи появились у дома мэра Энергодара. Его тоже обыскали. Тогда представители местной власти назвали происходящее попыткой провластных сил дестабилизировать ситуацию в городе. Ведь на ближайшей сессии депутаты должны были принять бюджет Энергодара на 2017 год. Городской голова Павел Музыка подозревал в организации происходящего представителей областной власти. Я находился в недельном отпуске. Губернатор области нашей на совещании угрожал первому заместителю. Не угрожал, а сказал передать привет городскому голове Музыке. И пусть готовится к серьезным проблемам. Обыкновенный политический заказ. Не более, не менее того. Изымаются документы, никакого отношения не имеющие к ухвале. Ухвала, кстати, от 2014 года. Изымается беспредставно компьютерная техника, носители информации и так далее. Нарушение, вакханалия полная. Была прямая передача привет от Константин Ивановича. Вот он, привет, и пришел. День энергетика. На обысках приключения не закончились. Социально важные для города вопросы не решены до сих пор. В частности, работники энергодарских коммунальных предприятий не получают заработную плату. Причина – в нежелании некоторых депутатов голосовать за соответствующие проекты решений. И тут снова выходит на арену местный депутат от ВПП Сергей Хоролец. В апреле, во время заседания бюджетной комиссии, депутатами был утвержден вопрос перераспределения бюджетных средств для выплаты зарплаты и оплаты электроэнергии трех коммунальных предприятий города. Сюда же входило и начисление зарплат работникам КП предприятия коммунальной собственности. 13 миллионов 800 тысяч гривен были переброшены из средств, запланированных для установки в жилых домах тепловых счетчиков. Но Сергей Хоролец посчитал это решение неправомерным и подал иск в суд. Депутатом Энергодарского городского совета от партии БПП «Солидарность» Сергеем Хорольцом был подан иск о признании неправомерным распоряжения городского головы относительно перераспределения бюджетных средств. Энергодарский городской суд удовлетворил ходатайство депутата и остановил финансирование статьи расходов на выплаты заработных плат работников коммунальных предприятий. Как прокомментировал ситуацию секретарь горсовета Олег Гордевич, об иске депутата и последующем судовом процессе не были уведомлены ни городской голова, ни секретарь совета, ни органы исполнительной власти. Олег Гордевич отметил, что в результате судебного иска более 200 работников коммунальных предприятий и их семьи стали заложниками политических амбиций одного депутата. К слову, действия депутата поставили под угрозу выплаты для социально незащищенных слоев населения. Эта ситуация заставила жителей города выйти на улицы и заявить о своих правах. Плохо живу, как живу. Жена не работает, двое детей. Все в кредитах, все в долгах. Да, в кредитах, но а как? Телефоны наяривают, а стоят. Ну, родители помогают, одни, вторые, там, в селе там, ну, овощами. Ну, как? Плохо живем. Хотим, чтобы в Омеге платили зарплату, аванс зарплату. Чем знаменит депутат Энергодарского городского совета от БПП Сергей Хоролец? И как народный избранник блокирует выплаты сотрудникам коммунальных предприятий? Вы оставили людей без средств существования. Именно вы. Долларовый миллионер. Как обычный работник коммунальной службы смог заработать целое состояние? И что по этому поводу думает служба безопасности Украины? Не пропустите прямо сейчас ответы на самые острые вопросы в программе «Паутина». Действия Сергея Хорольца возмутили жителей города. 11 июня в полдень к подъезду дома, в котором живет депутат, пришли работники местных коммунальных предприятий, а также родители детей-инвалидов. Их требование – отозвать иск, который подал Хоролец. Я бы хотела показать одну из семей нашего города, а их у нас много, которые зависят от этой ситуации, которая произошла в городе. Это бесплатные медикаменты. Это медикаментозно зависимый человек. Без денег остались представители социально незащищенных категорий. Матери-одиночки, льготники и дети-инвалиды. Семилетняя Даша Троян нуждается в медикаментах, но после иска Сергея Хорольца перестала их получать. Хотя от лекарств напрямую зависит жизнь ребенка. Нет правого желудочка, гипоплазия. Первую операцию нам сделали в месяц. У нас искусственное кровообращение, искусственный вен. Когда перед первой операцией у нас прошло кровоизлияние мозга, получился инсульт и полная парализация тела. То есть сейчас, пока у нее не восстановятся клетки головного мозга, она не сядет, не встанет и не пойдет. И говорить не будет. Люди с особыми потребностями и работники коммунальных предприятий пишут транспаранты с требованиями к депутату Энергодарского горсовета. Цель данного мероприятия, данной активности заключается в том, чтобы встретиться, выразить ноту недоверия депутату городского совета Сергею Вадимовичу Хорольцу. Благодаря заявлению которому данные люди, это коммунальщики, уже три месяца не получают заработную плату. А пока энергодарцы, оставшиеся без зарплат и положенных по закону выплат, объявили бессрочный митинг у подъезда дома, где живет депутат. Мы намерены здесь ждать его появления, поэтому вот мы тут разбили палатку и в ней будут дежурить несколько наших работников и они по очереди будут меняться. Городской голова Энергодара Павел Музыка тоже неоднократно пытался призвать депутата к ответственности и подумать о сотнях жителей города, которые остались без зарплаты. Однако, все тщетно. Вы оставили людей без средств существования. Именно вы. Закройте и помолчите, я скажу. Это вы оставили людей без заработной платы. Вы. Уважаемые журналисты, я прошу оставить камеры. На этом человеке. И хочу, чтобы жители города увидели того человека, который заблокировал за плату сотен людей нашего города. Сотен людей. Начисление заработной платы работникам коммунальных предприятий и выплаты энергодарцам в социально незащищенных категории сегодня приостановлены. Матери-одиночки, граждане льготных категорий, которые получают различные виды выплат, в следующем месяце могут остаться без законных социальных дотаций. К слову, сам Сергей Харалец некоторое время тоже работал на коммунальных предприятиях энергодара. Резюме от 31 октября 2016 года. Харалец Сергей Вадимович. Руководитель по строительству электрическим сетям РЕСа коммунального предприятия. 2006-2010 год. Директор коммунального предприятия эксплуатационно-дорожньо-ремонтное предприятие. Новомісто Енергодар, Запорізька область. 2015-го року директор з експлуатації электричных береж КППКВ Енергодарської міської ради. Такие мелочи, как невыплата зарплат, вряд ли волнуют самого депутата. Ведь он доларовый миллионер. Он некоторое время работал на коммунальном предприятии в должности директора. А сейчас задекларировал немалую сумму средств в иностранных валютах. Грошові активи, готівкові кошти 2 мільйони 720 тисяч доларів, 1 мільйон 620 тисяч євро, 6 мільйонів 400 тисяч гривень. Тип права, власність. Хоролець Сергій Вадимович. И он имеет право жителям города блокировать заработную плату. Это какой уровень цинизма. Говорить человеку, депутату, которого избрали жители города, какая-то заработная плата. До совести мейте. К слову, долларовым состоянием Хоролеца заинтересовались народные депутаты. Виталий Купри направил в Национальное антикоррупционное бюро Украины заявление о совершении уголовного правонарушения депутатам Энергодарского городского совета от партии Блок Петра Порошенко «Солидарность». Повод – слишком большие суми, задекларированные депутатом за 2016 год. Враховуючи, викладене вище, вважаю, суми-готівко, які декларує депутат Хоролець СВ, насправді є такими, що отримані в неправомірний спосіб. Прошу негайно провести ретельну перевірку вищевикладених обставин та внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення Хорольцем Сергієм Вадимовичем, передбачені статтєю 366 частини 1 Кримінального кодексу України. Провести належне досудове розслідування, за результатами якого притягнути всіх винних осіб до кримінальної відповідальності. З повагою народний депутат України Віталій Купрій. Караються штрафом до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади, чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. А от якщо незаконні дії повлекли за собою тяжкі послідстві, відповідальність вже зовсім інша. Караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади, чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Подозрення в корупції, збіяния і скандали. Чем ще знаменит енергодарський народний избранник? Вел он себе крайне агресивно, викрикивал нецензурные фрази, оскорблял всячески Антонину Владимировну, в общем, вел себя вызывающе. Очередна попытка добиться выплат для работників коммунальных предприятий закончилась неудачей. Кто на этот раз заблокировал проект решения? Только интересные факты смотрите далее в программе «Паутина». В коррупції Сергея Хорольца подозревают не впервые. Автор статьи, размещенной на одном из информационных сайтов, считает, что депутат причастен еще к ряду громких коррупционных схем. Кроме того, Сергей Хоролец до ПКС руководил еще несколькими наргодарскими коммунальными предприятиями, которые довел до банкротства и ликвидации. Одно из них, Доркомунхоз, накопило задолженность за электроэнергию перед ОАО «Запорожье Облэнерго» – около 11 миллионов гривен. Также Сергей Хоролец – автор схемы воровства бюджетных денег на электроэнергии бесхозных 1-го и 2-го микрорайона города Энергодара. На официальном сайте Службы безопасности Украины в прошлом году появилось сообщение. Одно из коммунальных предприятий Энергодара стало участником коррупционной схемы. Сумма убытка – десятки миллионов гривен. Співробітники Службы безопасности Украины викрили факт розкрадания чиновниками майже 20 миллионов гривен під час ремонту станції очистки та фільтрації води в Энергодарі. Минулого року міська влада Энергодару виділила 35 миллионов гривен на ремонт та переобладнання станції. Комунальне підприємство оголосило тендер, переможцем якого стала структура «Підконтрольна посадовця». Співробітники спецслужби встановили, що привабливіші цінові пропозиції інших учасників чиновники відхилили за формальними причинами. Згідно з документацією, переможців придбали необхідне обладнання за значно нижчими ціними ще до початку торгів. На сайті Прозора за тот временной період указан тільки один підходящий під описання тендер. Придбання обладнання для очистки з незараження води типу ОСЕК-ЛС+. Для реалізації проєкту реконструкція з модернізацією технології з незараження питних вод ГПВ в місті Энергодар Запорізької області. Електронні закупівлі. Статус не визначено. К сожалению, більш детальну інформацію сайт блокирує. Єдинственне, що точно звісно – ім'я заказчика. І це якраз то комунальне підприємство, де на момент проведення тендера працював депутат Гурсовіта Сергій Харалець. Компанія. Комунальне підприємство – підприємство комунальної власності Енергодарської міської ради. Сергій Харалець знаменит не тільки своїм огромним состояниям. В апреле прошлого року резонансне заявлення сделали несколько запорожських СМІ. Депутат Энергодарського горсовета избил руководницю коммунального підприємства. Річ шла как раз о представителі партии БПП. На той момент Харалець занимав должність директора по експлуататію електричних сетей в коммунальному підприємстві ПКВ. Генеральним директором этого підприємства була пострадавшая Антонина Волкова. Як писали СМІ, бувший боксер, а ныне депутат, не змог смириться з сокращенням должності, не совладав з емоціями і пустив в ход кулаки. В результаті жінчина оказалась в Запорожській областній бульниці с подозрением на сотрясення мозга. Інцидент відбувався прямо в часі оперативного совіщання. С утра ми були на оперативному совіщанні. Среді нас присутував директор по сетям Сергій Харалець, розказував начальник отдела охраны труда КППКС Ольга Ерєминка. В часі оперативного совіщання зашла генеральний директор Антонина Волкова і попросила выйти з кабінета главного інженера Харалеца Сергія. На її слова він демонстративно достал камеру, включил її і почав снимати. Ввел він себе крайне агресивно, викрикивал нецензурные фрази, оскорблял всячески Антонину Владимировну, в общем, ввел себя вызывающе. Слова жінчины подтвердил і главний інженер коммунального підприятия. Кульминація произошла в приемной на глазах у сотрудників. Я була в приемной, коли вышла Антонина Владимировна, і за нею последовал Харалец с камерой, – рассказывает секретарь Антонина Волкова і Наталья Захарова. «У моєго стола у настойчого с камерой возле її лиця задавал вопросы, почему она його не пускає як депутата на оперативку. Когда на тебе так настойчого камеру направляють і мешають, Антонина Владимировна просто отмахнулась. Он, держа камеру правой рукой, нанес левой рукой удар. Получається, їй в лицо. Сильно нанес, потому що, як він говорить, махнула по плечу. Це неправда. Удар был нанесен кулаком явно, потому що сразу покраснело лицо в области шеї і щеки». Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Ее направили в судмедэкспертизу, после чего женщина оказалась в отделении нейрохирургії Запорожской областной больнице. Очередная попытка все-таки добиться для работников коммунальных предприятий «Энергодара» зарплат закончилась неудачей. Впрочем, как и намерение, выделить средства для выплат социально незащищенным слоям населения. В июне в ходе 13-й сессии городского совета планировалось рассмотреть соответствующий проект решения. Однако и тут возникли проблемы. В составе негласного депутатского объединения 15 плюс «Энергодарского горсовета» народные избранники, которые находятся в оппозиции к действующей городской власти. В ходе сессии они требовали не выделять средства тем предприятиям, которые не предоставили отчеты о своей хозяйственной деятельности. Другие депутаты заверяли, что разделять коммунальные предприятия нельзя и нужно выплатить зарплаты всем работникам. Начальник финуправления заявила, что проект решения о перераспределении бюджетных средств должен быть один. В результате объявили перерыв. Когда все документы были готовы, приступили к голосованию. Надежды не оправдались. Депутаты из группы 15 плюс при голосовании воздержались. В результате без зарплаты остались работники всех коммунальных предприятий «Энергодара», а социально незащищенные горожане – без выплат. К слову, во время сессии произошло еще одно из ряда вон выходящее событие. В разгар споров городскому голове «Энергодара» вручили подозрение в совершении уголовного преступления. Кому это выгодно и почему в последнее время так участились нападки на представителей местной власти? Об этом мы расскажем уже в следующем выпуске программы «Паутина». Смотрите шокирующие кадры через неделю, 23 июня, на телеканале ТВ5. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова